Здравствуйте, уважаемые представители Знака Сдиака Рыбы. Общий астрологический прогноз август 2022 года. В этом месяце 2 августа директная прозерпина в вашем 9 доме. Трансмутация в сфере психологии, философии, религии, веры, мировоззрения, культуры, языка. Может быть изучите язык новый или начнете разговаривать как носитель языка. Что-то мутирует в этих всех сферах. Также это том за границы. И в прямом и в переносном смысле можете ездить за границу. Как работать, как учиться, как за любовью, в поисках любви, либо уже на свидание, на свадьбу. 9 дом — это дом второго брака. Вот эти все темы изменяются. Но не просто изменяются, не природно, а какая-то мутация происходит. То есть это какое-то внесение чего-то, в результате которого новое появляется. Это добавление, это такая алхимия в вышеперечисленных сферах. Божественная алхимия, потому что 9 дом — дом Бога и глобализации. Дом второго брака и дом первого брака также активен в этом месяце для вас. Поэтому если вы рыбы, особенно по асценденту, то брачная ситуация очень и очень высокая в этом месяце. Соответственно, свадьбы хорошо играть, начинать отношения и переезжать к любимому человеку. Или вместе переезжать, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца, помолвка. Все, что связано с важными любовными событиями, очень хорошо будет до полнолуния. То есть до 12 августа. Вот первые 12 дней августа и для второго брака, и для первого брака, и для официального, и неофициального. И с человеком, который вам единомышленник, единодумец. И с иным, в том числе иностранцем. То есть если вы в одной религии, хорошо. Если вы в разных религиях, тоже хорошо. На одном языке говорите «отлично», на разных ничего выучите. То есть здесь удача, удача как фортуна, везение, легко, интерес, попадание в среду, попадание в точку, попадание в яблочко. А когда вы понимаете, что это ваш человек, то вам уже, ну по большому счёту, горы по коленам, море по плечу. Ну ладно, другая религия, ну ладно, другой язык. То есть когда настоящая любовь, то можно и религию сменить, и язык выучить. Я думаю, вы понимаете, не буду распространяться. Рыбы, вам море будет по колено в этом месяце. Это просто супер. То есть у вас как минимум появятся колени. Я, конечно, так шучу. Очень странно. Но продолжим. Венера во льве. Вообще этот транзит очень любовный. Венера — это любовь, страсть. Лев — это любовь, страсть. Но для вас это шестой дом. Поэтому страсть и любовь у вас будут к работе. Вообще, как вы видите, баланс. Баланс сохраняется. Потому что можно было бы сказать, что месяц подходит только для любви, но работа тоже есть. То есть до 12 августа — это любовь. Вот прям только любовь, возможно, будет. А потом сбалансирует Вселенная так энергетически ваше пространство, что нужно будет любить не только любимого человека, не только себя, но ещё и свою работу. Ну, чтобы так было совсем просто ориентироваться, это, конечно, первая половина — это до полнолуния. Пока луна растёт, делаем всё, что должно расти. Поэтому, чтобы любовь росла, укреплялась, увеличивалась. Чтобы красота ваша росла, укреплялась, увеличивалась. Чтобы переезд состоялся. Вы, например, приезжаете в новый дом и хотите там остаться. Это всё по растущему мне до 12 августа. То есть и новая учёба, и новая работа, и новое вестажительство, и новая любовь. И первый, и второй брак — всё это хорошо до 12. А потом работать. Вот пока луна убывает с 11 по 27, работайте, чтобы работа была поменьше. Чтобы работа убывала, убывала. Выполнили, ушла работа, ушла. Тут на убыль пока луна идёт. Хорошо распределяется энергия. Думаю, вы со мной согласитесь. 12 августа в вашем двенадцатом доме полнолуния. Это тоже об убыли. Что-то убывает. По оси 6-й и 12-й убывают проблемы со здоровьем. Это самый, пожалуй, яркий момент в этом году, 12 августа, имею в виду, для вас. Чтобы избавиться от болезней. Здесь конкретно обратите внимание на психосоматику. Здесь больше психика, чем физика. Хотя и физика. Венера в доме физики, физического здоровья. То есть тело, физика будет улучшаться. А полнолуния в доме психики. И полнолуния, и дальше луна убывает. Это о том, что избавляетесь вы от психических проблем. Когда вы избавляетесь от психических проблем, тогда улучшается и физическое здоровье. Снова очень красивый получается баланс. Вы замечаете, что чем меньше страхов, тем вы краше. Просто видно по вашему лицу. Например, если вы привыкли тревожиться, то, пойдя к психологу и избавившись от тревожности, вы замечаете, что и лоб ваш стал прямой. Нет уже складки, например, между бровей, когда вы постоянно тревожились, насупившись ходили. Конечно, вы уже ходите улыбаясь, естественно, что вы красивее стали. Понятно, лучшее украшение – это улыбка. То есть здесь речь о том, что вас украшает ваше выздоровление психическое. За ним идет выздоровление физическое. Идеальный месяц, чтобы обращаться к психологам и к астрологам. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь мой номер телефона. Вы можете писать мне на Viber, WhatsApp или Telegram, или на две электронные почты. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ребята, обращайтесь к любимым вопросам. Даже если вы не знаете, какой вам конкретно нужен гороскоп, пишите свой запрос. Я тогда скажу, чем смогу помочь, какая форма работы. Форму работы я подберу, и она всегда индивидуальна. Обращайтесь, рада помочь с открытой душой, с открытым сердцем. Четвертый дом тоже в этом месяце есть. Он определяет продолжительный период. Период с 20 августа по 25 марта уже 2023 года. Четвертый дом – это базовый дом. Это база, базис. Это дом рождения и смерти. Дом перемен в роду. Родология. И особенно ветка матери идет по четвертому дому. Материнство, беременность и роды также идут по четвертому дому. Вопросы с родиной связаны и с переменными с родительством, и с переменными дома. Потому что это база. То есть вы чувствуете себя, вы способны доверять миру. Когда? Когда у вас все хорошо с домом? Когда у вас все хорошо в стране? Когда у вас нормальные отношения с мамой? То есть вот такие вещи, которые… Люди о них часто даже не задумываются. Мы не привыкаем, что есть это все, и что в общем-то все хорошо. То есть это… А на самом деле это фундамент. Вот вопросы фундаментального характера будут актуальны для вас с 20 августа 2022 года по 25 марта 2023 года. Это долго. И ситуация довольно двоякая. Потому что, с одной стороны, Марс в четвертом доме может давать вам и переезд, и новое имущество. Кстати, по Марсу это движимое имущество, автомобиль в том числе, может быть, и наследство. Но почему двояко? Потому что Марс будет еще и ретроградить. А во время ретро Марса ситуация кардинально противоположная. То есть если на прямом, директ на Марсе, мы можем покупать автомобиль, то на ретро нет. Если мы на прямом переезжаем, то на ретро не переезжаем. Сейчас на вашем грани все эти даты есть. То есть нужно понимать, что с 20 августа 22 по 30 октября 22 время подходящее для всех активных действий во всех отношениях и сферах, которые касаются базового доверия к миру. То есть покупать дом, переезжать, наложить отношения с мамой, покупать автомобиль, заниматься спортом. Потому что тело — это тоже наша физика, наша база по директному Марсу в 2022 году. Это еще раз 20 августа 30 октября, а в 2023 — это 12 января 25 марта, уже 23-го. А вот в промежутке с 30 октября 22 по 12 января 23 не нужно начинать новые спортивные упражнения и занятия. Это крайне травмоопасный период ретро-Марс. Не нужно покупать новых автомобилей и переезжать, и в принципе путешествовать на автомобиле в целом опасно. Особенно в дни разворота Марса. То есть это 30 октября — опасный день, и 12 января уже 23-го года — опасный день. В этом месяце на переходе Марса в знак Зодиака Близнецы такой опасности нет. Однако стоит себя поберечь и 12 августа на полнолуние, и 20 августа на переходе Марса в Близнецы. Но больше всего 24 августа. Потому что в этот самый день уран разворачивается в знак Зодиака Телец. А для вас это третий дом. Это дом дорог, машин, путешествий, передвижения. Уран — это скорость, это самолеты, вертолеты. Не летать на самолетах, вертолетах, аэропланах, парашютах 24 августа. И не летать на дорогах. Вот эти все скоростные машины, мотоциклы. Даже если вы рядом ходите, они могут, ну не знаю, по такому рану, например, испугаться вы можете даже. Это не прямо, а даже косвенно может быть опасно для вас. Естественно, что о прямой опасности и речи нет. Естественно, что если вы на байке, то, пожалуйста, поставьте его в гараж 24 августа. Это машина, даже обычная легковушка, либо грузовик тоже. Гонять не стоит, это вообще не время. Есть два самых опасных дня именно для всех, кто любит скорость. Это дни разворота урана. И в 2022 году этот день 24 августа. Плюс, минус еще несколько дней тоже стоило бы себя поберечь. А в 2023 году первый такой опасный день, когда не стоит летать ни по дорогам, ни по воздуху, это 23 января. Сразу же запомните, запишите. Вообще этот гороскоп шикарный, добавляйте его в закладки. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте, конечно, лайки, пишите добрые, светлые комментарии. Не забудьте обратиться ко мне лично. Но это еще не конец. Самая, вообще, последняя неделька августа, третья декада, она очень насыщена. Солнце переходит в ваш дом брака 23 августа. Новолуние в вашем доме брака 27 августа, первого брака. Но я хочу вам добавить еще интереса в жизнь с этими транзитами. Опять могу повториться, что до 12 августа хорошо расписываться в августе. Но и вот эти еще дни, 27, 28, 29, 31, тоже подходят. То есть самый еще хвостик августа тоже подходит. Но вообще, сразу запоминайте, лучше записывайте. Следующий период 27 августа и дальше две недели, пока луна растет. Снова для заключения брака. Но не только. Здесь работа. То есть можно поступать в новую работу после 27 августа. Рабочий трудовой контракт подписывать. Да, эта энергия включается уже 23-го. Но все-таки, если что-то новое у вас, то после 27-го. Если, например, вы хотите найти друга, либо улучшить дружеские отношения, найти клиентов, добавить вообще интереса какого-то такого взаимодействия, тет-а-тет, пойти проконсультироваться, например, к кому-то, то это можно делать из 23-го по 27-го. Естественно, тоже да. И бизнес-партнерство, и деловое партнерство, и дружба, общение, коммуникация с подругами, мириться, вот очень хорошо помириться с другом, то есть избавиться от врага, точнее помириться с врагом, сделать его другом. В общем, вы поняли. Избавляться от недругов очень хорошо с 23-го по 27-го, но не просто избавляться как-то, а переводить их в разряд друзей. Это такая мужская дружба, когда подрались, потом уже все, уже братья. И еще один транзит — это переход Меркурия в знак Зодиака, весы в ваш восьмой дом. Это про деньги. Вот похоже на то, что уже в самом-самом конце месяца и опять еще больше работы становится, и еще больше денег становится, это вопросы также наследства. Вот перекликается и 4-й, и 8-й дом. Поэтому от родителей могут деньги прийти в 3-й декаде августа, особенно после 26-го. От мужа и жены тоже их зарплата идет здесь. То есть страховки, выплаты, субсидии, пенсии, премии. Все идет по этому восьмому дому. Льготы, алименты. Может быть, у кого-то суд, кстати, седьмой дом — это еще дом судебных заседаний. Если вы хотите избавиться от какой-то проблемы, или, например, чтобы уже наконец-то закончилось разбирательство, то очень хорошо, если судебное заседание придется на период с 23-го по 27-е. Если вы хотите выиграть дело, то лучше подавать, конечно, на растущей луне, чтобы дело пошло в рост. Но если вы уверены, что вы правы. Если, например, вы не уверены, что вы правы, сомневаетесь, боитесь, просто хотите, ой, быстрее бы это все закончилось, тогда это с 23-го по 27-е августа. А если же, напротив, вы так вот уверены в своей правоте, очень хотите доказать всем, что я прав, тут моральная компенсация, материальная компенсация, вот это все можно вытребовать, выторговать в суде, в том числе в суде, уже с 27-го августа и дальше. То есть если вы вот прям четко знаете, что вам нужна выплата материальная по закону, вы правы и моральная еще сверху, то после 27-го августа ориентируйтесь на суды. Там будет лучше. Ну что же, всего доброго, уважаемые рыбы. Вы будьте счастливы. Всего доброго.